друзья только что вышел из магаза ну мне не надо было ничего я просто ездил для того чтобы это самое покататься и записать для вас влог ну влог будет часа это я просто запишу дополнение вначале вставлю короче там я в магазе покупал эту фигню не будут тоже показать там всякая чай ну короче мелочь всякая просто вот хотел сказать о том и он чем горел час я был в магазе ни одного человека не видел без маски то есть сто процентов людей внутри в масках вот на улице половина в масок половина без но люди их когда выходят из магаза снимают на свежем воздухе а когда заходят перед входом одевают или или там в машине одевают ну понятно что как бы не ходят в них постоянно но ситуация с масками очень сильно изменилась то есть даже вот неделю назад половина была еще наверно без масок потом вот на неделе я ездил там там овощи купить такое там уже наверно процентов там 70 80 90 вот так было сейчас вообще практически внутри все вот может я не видел кого-то без ману вот сейчас я вот прошел буквально до полок там взял то что мне надо там в масках было вот я вам говорю сто процентов людей короче по муке он горел вот как только началась это карантин сразу во всех магазах пропала мука и сахар и муки выводу везде где я смотрел у сих пор не было смотрите короче вот такую муку удалось найти это первый раз и увижу от со времен карантина короче одна такая пачка для членов клуба стоит доллар 99 всего лишь килограмм муки доллар 99 а если вы не член клуба вот этого с в то вообще 350 350 килограмм муки и посмотрите она даже не американская какая-то мексиканская вот сделано в мексике обычная короче мука вот доллар 99 а ну и самое главное лимит в одни руки можно купить только две пачки больше двух пачек не продает не точно также сахар сахара тоже нету там а муки вообще никакой не было это вот сейчас единственный вид их там сегодня вот я уходил там пачек я не знаю 20 оставалось то есть на 10 человек осталось видимо завезли и сразу же ее всю смели и висит прямо объявление не берите больше двух короче вот я две взял очень ладно друзья сейчас пока отключусь ну а дальше я просто примонтирую этот сам болтово которое записывал вот пишите комменты друзья подписчики а также случайные зрители ютуба всем огромный привет с вами jim box сегодня 24 апреля 2020 года пятница ну получается прошла неделя да и в общем друзья хотел конечно вас порадовать какими-то хорошими веселыми новостями но я честно говоря даже сам не знаю что и думать сегодня карантин официально продлевается до обратите внимание 19 июня сша и это короче я честно говоря ну как я конечно предполагал что его продлят но я честно говоря не предполагал что но так долго да еще и честно говоря была какая-то надежда что все таки его не продлят но они как всегда делают это все в пятницу после того как закрывается биржа я даже не знаю друзья что делать хрен уже с ними с акциями понятное дело что в понедельник будет полная жопа ну мне так кажется но пофиг даже с понедельником я просто не знаю вообще чего теперь ожидать у нас например ну тьфу тьфу я говорил хоть то не увольняют никого вроде как работа есть и проекты и все это как было так и остается просто то что люди работают дома так как бы не так комфортно производительность упала но мир то только тут не держится на одной твоей работе я не знаю вот что вообще произойдет за два месяца карантина не это честно говоря как то вообще сложно даже представить в голове он посмотрите по улицам половину людей ходят в масках в магазинах все вообще в масках я так же как и всю неделю просидел получается дома пару раз я выбирался в магазин один раз за продуктами один раз потом расскажу все в масках вот короче официально сегодня смотрел статистику специально после того как новости по карантину вышли восемьсот восемьдесят пять тысяч человек заболевших и сорок шесть тысяч уже умерло по всему сша да это копейки в процентах тут население больше трехсот миллионов и как то эти цифры не выглядят какими то тут ужасающими но ужасающим выглядит вся эта ситуация с карантином с тем что никто не работает с тем что ну как бы всего получается вот месяц да или сколько там этого карантина идет и посмотрите как уже жизнь изменилась улицы пусты машин нет людей нет в магазинах да продукты тьфу 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 есть весь карантин не было чеснока и муки последний раз я ездил завезли чеснок это я его первый раз вот за месяц увидел так как только начался карантин чеснока я не видел нигде хотя люди мне говорили знакомые что в каких-то отдельных магазинах они видели ну вот например я постоянно брал чеснок в Волмарте в больших мешках или там в СВ не там не там его как бы не было но в Волмарте и так нету в СВ завезли и то не знаю во всех или только в нашем я купил пару штук надо было наверное больше брать хрен его знает я не рассчитывал что его продлевать буду думал уже наоборот все к концу идет думаю что много накупать а муки так и нету как не было так и нет мне тоже я не знаю может в каких-то отдельных магазинах везде где я был нигде нету муки я все время пек хлеб хлеб по печке сейчас я хлеб не могу испечь потому что сегодня буквально потратил последнюю муку и это хорошо что у меня еще был запас у меня было два мешка муки вот а у многих то людей нету такого запаса и тратится больше у меня то на одного человека эти два мешка муки еще можно считать надолго хватило что теперь делать тоже не знаю когда мука появится непонятно покупать хрен его знает по бизнесом я так понял что раз карантин продлевается все точно так же и будет закрыто хотя я бы не сказал что прямо вот все закрыто видно вон заправки работают продуктовые работают супермаркеты работают но товаров вот к примеру патронов нету в магазинах ну вот в волмартах по крайней мере все выгребли подчистую я не знаю зачем людям в период карантина патроны тиры закрыты места для стрельбы закрыты что с ними делать причем охотничьи патроны есть есть на дробовик патроны материалы вот эти для них там гильзы дробь там порох это все есть есть охотничьи все калибры там 30-30 там 308 и все это это все тоже лежит а пистолетных калибров ни одного то есть в волмарте ну так для примера я понимаю что в каждом волмарте своя ситуация но для примеру в том волмарте где я хожу было два шкафа с патронами сейчас один шкаф 9 миллиметра нету вообще 375 калибра нету 38 спешил нету 44 калибра нету 45 калибра нету вообще нет ни одного патрона а их то там была не одна коробка там была гора этих патронов и разных брендов разных ценам то есть их получается все просто скупили все пистолетные калибры есть мелкашки но осталось их буквально там пару видов я так предполагаю что их тоже скоро не будет вот это просто как пример к тому чего приводит карабин а почему их нету что не делают патроны почему нельзя завести зачем их вообще люди скупают на ютубе дохрена видео люди скупают тупо оружие все что есть в наличии все покупают до чего могут руки дотянуться что тоже за галиматья я тоже правда немного повелся короче вот это не то чтобы повелся но и блин еще и видео насмотрелся короче конечно поторопился тоже вот эта паника с оружием плюс я короче ну вот это же дома работаю а шо еще делать я сейчас честно говоря вот после истории с соседкой то что я вам в прошлом влоге рассказывал я честно говоря и уже не хочу даже вообще никуда ходить и ни с кем как бы общаться не хочу потому что хрен его знает сейчас любой человек может оказаться заразным и никто от этого не застрахован понимаешь не все же он ходит в масках он есть без масок то же самое ты с кем-то людьми там встречаешься разговариваешь откуда вот ты знаешь где они были что они делали с кем они там общаются может быть там любые просто даже близкие люди которым они доверяют там не знаю девушки там там кто угодно может вообще болеть любой человек сейчас может болеть сейчас как говорят самоизоляция ну знаешь сиди вот просто дома изолируйся и короче вообще как бы ни с кем это самое не надо контактировать ну блин она то уже три месяца теперь получается будет вот этой самоизоляции конечно дома заниматься нечем но я говорю реально я сейчас уже сам очкую как-то я спокойно к этому всему относился но сейчас уже как-то все блин хрен его знает столько больных столько мертвых еще после этой истории с соседкой хрен его знает но правда неделя уже прошла фу-фу-фу может и пронесет но блин получается если даже и пронесет то все равно я был на волоске от заражения вон видите он китаец выходит с машины все уже сразу в маске люди обычно выходят когда уже на свежий воздух снимает в ней не особо-то долго походишь в этой маске что там смотря какие я не знаю вот там может какие-то тканевые там более удобные у меня вот эта 3М она в принципе по удобству ничего но дышать через нее не так-то уж и просто то есть надо так уж дышать потом она короче не тянет ничего вот и да и вот это я сидел тоже тоже в ютуб втыкаешь плюс этих наслушался все этой паники короче думаю надо брать ружье короче поехал и что бы вы думали я думал все закрыто хрен там все оружейные работают они просто как не так что заходи и покупать они просто это самое на двери написано там работаем только по аппоинтменту то есть надо позвонить им сказать что ты там конкретно хочешь купить приехать они тебя пустят это самое они естественно тоже все в масках но я как бы этого даже не знал я просто от фонаря короче катался думаю заеду в оружейный посмотрю ну и подъезжаю это самое они закрыто я просто и не звонил у них-то камеры вооружейных везде они меня увидели но я стоял просто эту хрень их не учитал что там написано по поводу коронавируса они видимо в камеру увидели чувак открыл говорит чего хочешь я говорю хочу ружье короче заказать он говорит ну мы не говорит типа сейчас не продаем у нас ничего нету надо говорит выбирать модель заказывать я говорю то я уже выбрал у меня деньги есть давай я закажу короче зашел заказал все в принципе нормально даже и скидку сделали еще если за кэш берешь вот говорят как придет это самое мы позвоним приедешь заберешь ну конечно не заберешь там надо будет еще эту лицензию заполнять и еще пару дней ждать наверное вот но не важно не суть до дела так дело в том что я там был не один вот когда я пришел там чувак вышел потом я зашел один чувак был внутри потом короче я вышел еще чувака вот пока я там был еще чувака три пришло то есть по сути дела он как бы да все в масках и как бы да дверь закрыта но по сути дела я так понял эти бизнесы оружейные нифига не остановлено они как работали так и работают то есть все кто хочет сейчас купить оружие они пойдут его и купят никого как бы получается нету такого чтобы послали что ты позвонил они говорят нет у нас коронавирус или блин закажь в онлайне или закажь по телефону или приедешь там лично закажешь или как угодно но все равно короче как бы купишь но в магазине я сразу обратил внимание полки наполовину пусты есть модели там какие-то висят или супер дорогие или непопулярные патронов короче нифига нету тоже полки практически пустые но есть тоже что-то остатки то есть я так подозреваю что если уже два месяца вот такая будет ситуация патронов не будет и на хрена я вот и ружье брал я короче посмотрел на него патронов короче нигде нету и тоже или получается надо сейчас онлайна заказывать пока еще почта работает но с онлайна получается бесплатная доставка была надо огромную партию брать там 500 патронов а иначе платить за доставку а так патроны хер знает какие тяжелые то доставка стоит столько шесть столько патронов получается ты за них два раза будешь переплачивать ну и тоже неизвестно с этими графиками они говорят что сейчас задержки везде и поэтому может быть это еще ружье и когда привезут может уже и эпидемия закончится ну а толку я его вообще брал я блин не думал что на два месяца продлевает если бы я знал я бы конечно ни хрена не заказывал потому что как бы стрелять с него все равно не стрельбище ну тиры закрыты стрельбище закрыты все места для стрельбы тоже закрыты поэтому получается даже если я его и получу я пострелять с него не смогу короче вот такая вот тема да я вам говорю тут уже не знаю тоже что с акциями тоже как бы люди пишут кризис будет хрен его знает он то понятно что будет он уже есть в принципе не какой-то супер критический потому что получается не ясно что будет жопа но тоже как-то понимаете я же вам говорил у меня акции сейчас ну есть которые на минусах есть которые в плюсах примеру золото золото добыча все выросло на 10 процентов сейчас все в плюсах облигации сейчас типа в плюсах многое хрень часы минусах но я не хочу как бы хотя и понимаю что может и больше упадет но я не хочу продавать и как бы уходить в минуса потому что как бы я если нифига не упадет а будет дальше расти то как бы чего сейчас дешево продаж потом уже два раза дороже покупать короче не знаю то есть как бы обычно просто если вокруг там шум что все будет опять падать то понимаете как говорят рынок всегда работает в обратную сторону когда все горели вот все будет расти потом вот это жопа да с коронавирусом все упало сейчас типа все горят все будет падать сейчас будешь все продавать оно нахрен вырастет у меня просто такое чувство что тут никак не угадаешь поэтому я даже никому ничего не советую и раньше не советую я как бы в этих акциях не специалист единственное чем я только ну аргументирую себя что я как бы ну у меня нету какой-то спешки что у меня надо прямо сейчас купить и завтра там сто процентов заработать просто у меня есть там свободное свободные деньги которые мне никуда не используются и не нужны там на жизнь там машины покупать дома покупать может платить не надо поэтому я как бы могу их в акции инвестировать и хоть они там будут два-три года лежать мне они за это время не понадобится я могу спокойно ждать вот это меня в принципе как бы успокаивает вы дураку понятно что нефть не будет всегда стоить ноль или десять долларов и дураку понятно что золото рано или поздно вырастет это двух тысяч и выше вот поэтому чё смотреть там даже на те же два месяца вперед и вот это вот нервничать можно просто как бы забить и просто ну ждать тот год-два я думаю все хотя бы в нули за это время ну точно выйдет а что там год медленно идет шор нет быстро все время проходит что последний год заметишь у там сильно долго он тянулся я бы так не сказал вот поэтому я не знаю что делать ну кризис почему сейчас просто я честно говоря не представляю что будет действительно там в россии в украине там в таких странах бедных потому что в америке часто получается как понятно что те люди у которой работали нелегально или там полулегально они могут час оказаться в жопе особенно если у них есть какие-то обязательства типа там семья моргач вот это все но блин население которое работало даже если они как бы попали под увольнение они в принципе будут чувствовать нормально себя полгода пока страховки будут выплачивать деньги то есть если только страховки начнут страховые компании банкротиться ну я тоже не экономист ну как я вижу ситуацию со своей стороны что человек сейчас большинство по увольнялись ну по увольняли компании их посокращали любой человек практически кто официально работает по закону там у всех должна быть страховка которую производит работодатель оплачивает страховка от потери работы и когда ты работу теряешь из месяцев ты получаешь там от 60 до я не знаю с каких-то процентов но вот где-то в среднем люди 80 процентов получают зарплат то есть зарабатывал ты к примеру 10 тысяч вот в месяц тут тебя уволили и ты просто полгода сидишь дома и получаешь по 8 ну неплохо да но это только на полгода и плюс второй факт если страховки начнут разоряться у них просто будут заканчиваться деньги так как до хириша людей уволена я не знаю сколько у них же деньги не бесконечный это все частные компании если они уже не не смогут физических выплачивать то что тогда будет вот принципе тем людям которые работали и продолжают работать для них особо как-то ситуация не поменялась ну он в тех же там продавцы в собой но они как работали так и работают возможно у них даже больше стало работы вот он то же самое заправки то же самое там почта ну всякая государственные там организации которые не закрыты типа там полиции там медицина тоже которая понятно что зубные клиники наоборот самые первые все по закрывали и они хрен знает когда откроется я тоже он без зубовом горел хожу я рассчитывал что это будет на пару месяцев а теперь я уже короче без зубов живу полгода и я так понимаю что даже когда они откроются там будет просто такой поток людей что там наверное еще ход туда на прием не попадешь потому что здесь как бы к зубным и так там запись на три месяца вперед все занято короче я не знаю какая-то жесть творится то же самое это вот эти все авиаперелеты хереты и так как бы авиакомпании уже там на грани банкротства а здесь теперь перелеты еще на два месяца закрываются как это все будет делается работать я хрен его знаю вот то есть или блин трамп ну я так понял что сейчас начинает уже там напрягать правительство чтобы понятно что вот эта единоразовая помощь про которую я вам говорил до 1200 там на взрослого по 500 на детей выплачивают всем не гражданам а вообще всем людям кто официальные резиденты и налогоплательщики то есть если ты официально живешь если ты платишь налог тебе эту помощь сразу выплачивают без разговоров по моему там уже я не знаю 10 миллионов или что такое по выплачивали я не слежу но вот неделю назад он говорил там 7 миллионов уже было выплачено помощи а все происходит в онлайне там в свой вошь ссн эти выплачут мнение выплачивают и как-то я за знакомыми разговаривал короче получается кто подал уже успел налоги за 2019 год и кто подавал через этих самых ну через налоговых как они налоговые консультанты или как ну короче чуваки которые помогают вам эти налоги делать и подают их сразу в рс или кто сам подавал сразу в рс те получается все получили а кто подавал через всякие сторонние системы ну там типа turbo такс есть там такс карма их миллион вот всякие частные конторы которые там автоматизируют как бы сам процесс подачи чтобы вы там три дня не сидели или деньги на этих такс адвайзеров не тратили а а то получается те кто подавал через эти системы но у меня нету какого-то официального подтверждения потому что сам сайт арс не говорит об этом но вот кто люди говорят что по закономерности похоже что те кто через эти системы подавался те короче еще не в списках на получение вот этой тех пособий ну понятно что это 1200 и 500 она погода не делает потому что как бы это только тем у кого другие доходы она как-то так поможет а так что ну шо вы за 1200 вот в этом городе вот здесь квартиру не снимите самую дешевую за 1200 это комнаты там по 800 900 сдают а квартиры идут 1600 700 ну не знаю посмотрим то есть как бы я говорю что эти деньги как бы ни о чем сейчас вроде как на трампа наседают чтобы он выдал всем по 2000 просто без всяких условий то есть раньше выдавали по условиям что ты зарабатываешь там 70 тысяч или 99 тогда тебя платят 1200 или 500 что-то такое а сейчас типа чтобы всем без всяких ограничений выплачивали по 2000 но это пока как бы только вот разговоры то что как бы вроде хотят будет он это выплачивать или нет непонятно короче я не знаю мне мне это кажется что это все друзья ведет какой-то жопе я могу ошибаться но не знаю напишите сами в комментариях но меня эта ситуация честно говоря особо не радует сидеть еще два месяца дома даже пускай как бы есть работа но все равно это ну как сказать ну понятно что да такая история надо собраться силами пережить ну я говорю что как-то сложно сейчас найти в этой ситуации что-то какое-то положительное да оптимизм надо нам сохранять надо думать о лучших временах но в то же время надо собираться с силами потому что я чувствую что наступают нелегкие времена вот но это мое мнение свое мнение пишите в комментах и да поможет нам Бог друзья пока пока всего вам наилучшего не болейте пока пока